Я вам представляю программу «Антистресс» от компании «Биолит». Эти продукты на программу «Антистресс» от компании «Биолит» мы сегодня и хотим сделать с вами акцент. Первое, на что я хотела бы обратить внимание, это такой уникальный продукт «Рейшикан». Я вообще обожаю про него рассказывать, потому что очень долго изучала большое количество литературы и русскоязычные, и иностранные, исследования канадских ученых, американских ученых, французских ученых, тех же японцев, по изучению состава экстракта гриба и по его действию. Основные действующие вещества у гриба «Рейши». То есть здесь, конечно, можно очень много чего рассказывать. Самое главное, на что я хочу обратить внимание, это достаточно богатый сбалансированный состав по микро- и макроэлементам. Германии, кальций, магний, железо, марганец, серебро, селен, то есть это и антиоксиданты, это и те микроэлементы, которые важны для кроветворения и для восстановления нервной системы и так далее и тому подобное. То есть насыщение – то, о чем мы говорили. То есть если у нас произошла, так скажем, стрессовая ситуация и истощение запасов этих микро- и макроэлементов, то сейчас мы можем их насытить и поставить на место, на свои законные места в наших биологически активных процессах. Горькие тритерпиноиды, терпиноиды, которые регулируют артериальное давление. Полисахариды, особенно бета-глюканы, рабиногалоктаны, которые способствуют нормализации иммунных реакций. Поливитаминные составляющие, то есть это и витамины группы В, это витамин Д, это витамин С в том числе. На определенные вещества я бы хотела прям обратить ваше внимание. Например, такое вещество, как ланостан. Ланостан способствует нормализации выработки циркулирующих иммунных комплексов, тормозит образование патологических антител, то есть вот этих вот агрессивных антител, поэтому способствует фактически выздоровлению на фоне тяжелых аллергических реакций. Активно работает именно при аллергических и аутоиммунных заболеваниях как раз вот это вещество ланостан. Канадские ученые и вот американские ученые пытаются выделить это вещество из трутовика лакированного. И, в общем-то, если это лекарство будет создано, то они, в общем-то, обещают вылечить человечество от тяжелых аллергических состояний, таких как бронхиальная астма, например, идиопатическая рецидивирующая крапивница, и от аутоиммунных заболеваний, которых огромное-огромное множество. Именно ланостан позволяет переучить агрессивную иммунную систему и как бы успокоить вот эту выработку неправильных антител, балансировать состав иммунных клеток и, собственно говоря, убрать вот эти все негативные реакции. Терпиноиды. Правильно сказать, что они нормализуют артериальное давление, потому что они работают очень интересно. То есть повышенное давление обычно снижается до нормы, а вот повышенное давление снижается до нормы, а вот пониженное давление немножечко такой тонизирующий эффект придает. Вот что еще было замечено в экспериментах? Применение терпиноидов помогает снижать уровень кортизола. И если мы как раз говорим о антистрессорных каких-то продуктах, это как раз выводит рейшикан на первое место. Повышается уровень дофамина, из которого синтезируется дальше окситоцин и серотонин, то есть наши гормоны удовольствия, наши гормоны радости, вот этого позитивного настроения. Вообще рейшикан можно назвать продуктом для железных нервов. С точки зрения именно нервной системы, вегетатики, прием рейшикан способствует снятию нервного напряжения, успокоению нервной системы, повышает сопротивляемость нашего организма стрессорным каким-то факторам, ликвидирует вот эти проявления синдрома хронической усталости, повышается эмоциональная сфера, улучшается настроение, возникает желание что-то делать, повышается умственная и физическая работоспособность. Очень многие пациенты, кто принимал рейши, то есть по обратным отзывам, мы это очень четко прослеживаем. Как применять, я особо не останавливаюсь, это есть все в инструкции к препаратам. Следующий продукт, на который я хотела обратить ваше внимание, это продукт марикад, это сочетание растительных экстрактов алтайских трав и гидролизаты икры морских ежей. В общем-то, здесь, конечно же, основная роль отводится именно вот этому гидролизату икры морских ежей, который содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот, собственно говоря, которые помогают восстановить и клеточки в нашем организме, и обеспечить работу иммунной системы, и обеспечить правильную работу сосудов в нашем организме. Чем интересен гидролизат икры морских ежей? Он содержит большое количество нужных нам липидов, правильных липидов жировых, вставляющих в первую очередь, например, лицетин. Лицетин является компонентом и клеточных мембран, самое главное, защитных оболочек нашего головного мозга и нервных клеток. То есть это то самое, скажем, волокно, точнее, защитный изолирующий слой, который защищает наши основные такие клетки. Ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6, омега-9, еще раз повторюсь, это и обеспечение, снижение риска тромбообразования, то есть нормализация вязкости крови. Это и снижение уровня холестерина и индекса атерогенности за счет именно повышения концентрации липопротеидов высокой плотности. Также полиненасыщенные жирные кислоты нам необходимы для образования гормонов в нашем организме. Нормализуется работа эндокринной системы, надпочечников, щитовидной железы при приеме гидролизата икры морских ежей. Здесь большое количество аминокислот. В первую очередь, около 20% это фенилаланин. Что делает фенилаланин? Ну, во-первых, сами аминокислоты, мы помним, это строительные кирпичики для наших белковых молекул. Фенилаланин, в свою очередь, это такая интересная аминокислота, которая как раз улучшает передачу нервного импульса. Соответственно, улучшается зрение, память, концентрация внимания, то есть улучшаются наши когнитивные функции. Более того, фенилаланин в нашем организме переходит в особые энергичные гормоны, норадреналин и допамин. Соответственно, повышается жизненный тонус, опять же, улучшается настроение, появляется желание жить, расправить плечи. Что еще здесь есть интересного? Пигменты, красящие такие вещества. Пинохромы. Пинохромы способствуют сохранению в органах, в первую очередь, в клетках организма человека, макроэнергетических молекул, то есть аденозин-3-фосфат. То есть выработки и накоплению создается депо энергетических запасов в клеточках. Соответственно, это обеспечивает и более долгое существование и правильное функционирование этих органов и тканей. Опять же, сам по себе даже гидролизаток ромарских ежей является таким источником витаминов, причем достаточно хороший спектр витамина группы В, витамин С, витамин К, ПП. То есть это и укрепление сосудов, это и антистрессорные факторы, это и замедление процессов старения, и антиоксидантный эффект. Ну и микро- и макроэлементы тоже. Особо уже на них останавливаться не буду. Вы про них уже все знаете прекрасно. Еще один продукт, точнее даже два продукта, это флавигран и витамикс. Хочу про них лишний раз напомнить. Мы еще раз вернемся к той фразе, что во время стресса у нас истощаются внутренние резервы, запасы, источники различных микроэлементов, витаминов, потому что для синтеза большого количества гормонов, гормональных молекул, для обеспечения вот этой всей биохимии, эти вещества срываются со своих законных мест, из наших обменных процессов, из наших каких-то ферментов и так далее. Поэтому, конечно же, нужно эти ресурсы восстанавливать. Надо восстанавливать эти запасы, надо, чтобы организм не испытывал дефицита поступления микро- и макроэлементов, витаминов, в первую очередь группы В, в первую очередь витамина С. Вот такими поливитаминными веществами с микро- и макроэлементами являются как раз продукты Витамикс и флавегран или флавегран-очанка. Я еще напомню, что флавегран-очанка имеет доказанное действие, как в сравнении с наотропными препаратами было доказано, что он, в общем-то, больше повышает устойчивость нервной системы на фоне стрессов к явлениям гипоксии, опять же, к нехватке кислорода. Флавегран-очанка – это тот эффективный оксидант, который еще и обогащен экстрактом очанки и помогает, собственно говоря, справиться с проблемами нарушения зрения, улучшает кровообращение в глазном яблоке, собственно говоря, поддерживая структуры глаза. Еще один продукт хочется напомнить – это Ширлайн. Мы к нему с вами привыкли немножечко в другом аспекте. Больше концентрат минеральной воды используется и рекомендуется в схемах, допустим, противопаразитарных для проведения тюбажей. Активно насыщенная минеральная вода. Но мы здесь должны вспомнить про то, что это минеральная вода, которая содержит природные ионы магния и лития. И вот в небольшой концентрации, то есть если мы делаем такую слабенькую, минеральную воду именно столовую, полпроцентную, однопроцентную, принимаемую периодически, особенно перед сном, это те микроэлементы, которые помогают нашему организму, нашей нервной системе справиться с депрессией, убрать вот эту повышенную возбудимость нервной системы и улучшить сон. И еще один продукт хочу напомнить, именно такой доказавший свое адаптогенное действие, именно в улучшении процессов адаптации нашего организма, восстановлении работы вегетативной нервной системы и повышении стрессоустойчивости. Продукт был изучен и доказано его вот такое воздействие на нервную систему. Изучался он в комплексной терапии мастопатии, и как раз одним из аспектов изучения было подверженность стрессу у женщин, у которых развивается мастопатия. И вот именно введение в схему лечения еще одного продукта, Венорм, да, не только экстракта корня лопуха, не только семян лопуха и мамоид геля, а еще и Венорм как раз в исследованиях показало повышение адаптивных свойств нашего организма, повышение стрессоустойчивости, что сопровождалось как раз нормализацией гормонального фона, кортизол, адренокортикотропный гормон, да, и пролактина вот в исследуемой группе. Если мы говорим о том, что стресс у нас сопровождается повышением артериального давления, чистотой сердцебиения, да, какими-то тревожными состояниями, то вот можно как раз вспомнить про такие продукты, как оргазит и тонизит, да, то есть они в разных ситуациях используются. Оргазит как раз для тех, у кого стресс сопровождается вегетососудистыми дистониями по кардиотоническому типу, по гипертоническому типу, либо это выливается в тревожно-депрессивные состояния с сердцебиениями. Дело в том, что оргазит вот при курсовом приеме способствует восстановлению ритма сердечных сокращений за счет экстракта зизиферы, способствует нормализации артериального давления, да, но снижается, стойкость снижается, успокаивается центральная нервная система, успокаивается вегетативная нервная система, выравнивается работа вегетативной нервной системе, то есть и, соответственно, дальше уже восстанавливается сосудистый тонус, ритм сердца, частота дыхания, да, то есть и все эти проявления уходят. Если это именно какое-то воздействие стрессового фактора, то здесь достаточно там в течение 4-8 недель приема данного препарата. Напомню, что он у нас есть в гранулах, а есть, собственно говоря, оргазит форты в капсулированном виде, это может быть для наших пациентов достаточно удобно. Для тех пациентов, у кого, наоборот, упадок сил, упадок настроения, снижение артериального давления, то есть вегетасосудистая дистония пошла развиваться по гипотензивному типу, да, диагноза такого нет, а пациенты такие и есть. То есть вот такое синдромальное проявление стресса, хронического стресса, я напоминаю, что у нас есть еще один продукт для ликвидации вот этих стрессовых воздействий, это тонизит. То есть, опять же, гипотоником, да, вот в состоянии такой апатии, астении, это как раз продукт выбора будет, потому что те растения, которые сюда входят, они, собственно говоря, восстанавливают и энергетический тонус нервной системы, и немножечко стимулируют артериальное давление, сосудистый тонус, это у нас и оралия, радиола розовая, или утракок, то есть такие немножечко стимулирующие травы, женьшень. Здесь содержатся органические кислоты, янтарная кислота, которая необходима для работы иммунной системы, для энергообмена в наших клеточках. Вот поэтому на эти продукты я бы хотела, чтобы вы обратили внимание в качестве антистрессовой программы. Собственно говоря, начинаем с рейшекан, например, то есть в дальнейшем уже переходим на более облегченные варианты, на тот же Витамикс, на тот же Венорм. То есть в любом случае помогаем нашему организму справиться со стрессами. Ну и я очень надеюсь, что данная информация будет очень полезна. До новых встреч!